Плотников Анастасия, ученица 10 класса, представляю вашему вниманию свою работу. Михаил Петрович Ильин. Здесь, у вечных отробов Кавказского хребта, на Кубани, в 21 веке состоялось явление исключительной новизны. Возникла школа, аналогов которой в мире никогда не было и нет ныне. Здравствуй, радость моя! Обращается к нам через века святой Серафим Саровский. Здравствуй, великий! Так обращается к человеку педагог Щетиня. Щетиня из вечной породы русских чудовов, исчезающего племени философов-самородков. Держишь выработать не только самобрутную картину мира, но и выстроить по ней свою жизнь и свои школы. Щетиня Михаила Петрович известен своим громким высказывает о том, как правильно следует воспитывать будущее поколение. По его словам, важно не подготавливать ребенка к жизни, а дать возможность прожить это время в полной мере, без каких-либо существенных ограничений. Биография Щетиня Михаила Петровича в русских все основана на педагогической деятельности. С самого начала профессионального обучения у него уже наблюдалась плодность преподавания. С рождения идей о правильной системе образования происходило постепенно, накапливая новые знания и опыт из практической деятельности. Щетинин родом из Кагистана, родился в небольшом селе Новый Березяк. Отец был потомственным деревским казаком, поэтому с малых лет Михаил Петрович знал, что такое воспитание и как нужно правильно себя вести. Поэтому в 1962 году отправился служить в армию. Обучение Щетиня начинал в музыкальном училище, однако окончить его не получилось из-за внезапной болезни рук. Тем не менее, Михаил Петрович все же хотел связать свою жизнь с музыкой. Впоследствии начал преподавать в музыкальной школе, успевая учиться в педагогическом институте на заочном отделении. Считается, что именно тогда начались зарождаться идеи об экспериментах, связанных с обучением. Первые опыты новой системы образования были начаты, когда Михаил Петрович Зинин стал директором музыкальной школы в городе Кизля. Тогда он создал первую в своем роде лицей искусств. В то время можно было говорить о первом удачном опыте, когда отстающие ученики начали улучшать свои показатели в обучаемости. Основой на своих практических наблюдениях, в сети Михаил Петрович определил, что личность должна воспитываться на четырех основах. Это наука, культура, созидание и физкультура. О школе узнают в Москве. СМИ, выяснив о странных подходах в обучении, применяя в школах, обрушили шквалом критики и высказывались о ней в лучшем образе. Вскоре было принято решение о закрытии центрального школьного комплекса. Щетинин не разрешает заниматься педагогической деятельностью. Он принимает решение отправиться в Москву, где устраивается на должность старшего сотрудника научно-исследовательского института Академии педагогических наук. В 1991 году получает звание академика. Школа Щетинина помогла ему стать генеральным директором Центра всестороннего обучения молодежи. Возникают связи с высшими учебными учреждениями. Оттачивается система методом погружения. В Щетинин со своими коллегами и парой учеников пришлось переехать в новый поселок, расположенный рядом с городом Геленджик. На месте старого заброшенного помещения для солдат была построена русская интернатная годовая школа. Данная школа была признана не только обученными гражданами, но и всемирной организацией ЮНЕСКО. Поскольку основные принципы методики Щетинина направлены на создание идеального ученика, его систему можно отнести к философской. Сотворение целей, увлекающейся спортом, обладающей творческими способностями, к тому же главной целью, стремятся преподаватели в правом системе Щетинина. Родовая школа была названа потому, что духовное начало берет из памяти о своих предках. Ребенок должен быть горд своим происхождением и с честью относиться к своей фамилии, данной при рождении. Важно понимать, что школа Щетинина базируется в основном на деятельности детей. Преподаватели выполняют здесь лишь консультирующие и направляющие роли. Для этих целей в школе предусмотрены различные помещения для занятия спортом, хореографией, творчеством, производством молока, кулинарией и многое другое. Щетинин считал, что дети должны сами выбирать, какой деятельностью хотят заниматься. Одними из главных занятий являются история, русский язык и литература. Направленность образовательной деятельности определяется ориентацией на и державное служение Родине, патриотизм, народная культура и традиции. Историческая память является базой, мощным фундаментом для создания будущей жизни. Популярность лицея выросла настолько, что желающим здесь учиться 13 человек на место. За последние 8 лет в лицее больше 60 человек в 13-15 лет досрочно получили аттестаты в среднем образовании. Также появились выпускники в возрасте 11-12 лет. А в уровне подготовки говорит тот факт, что более 90% из них поступают в высшие учебные заведения. 70% учителей школы бывших выпускники. Созданный Щетинином лицей в Текасе велико национальное достояние России. Ежегодно лицей посещает делегации многих стран, желая изучить его опыт. Щетинин, с нашей точки зрения, совершил величайшее образовательное открытие. Он открыл новое образование. Он так построил уклад жизни в своей школе, на своем педагогическом острове, что этот уклад и стал содержанием образования. 10 ноября 2019 года в 9 часов 12 минут остановилось сердце Михаила Петровича Щетинина. Щетинин гений. Конечно, Михаил Петрович художник, мыслитель, выдающийся деятель нашей культуры. Спасибо за внимание.